Студия Fireaxis официально представила четвёртую нацию, за которую мы сможем играть в Цивилизейшн 6 — Японию. Её возглавит Ходзё Токимуне — один из самых деятельных реформаторов за всю историю Страны Восходящего Солнца. В годы его правления Япония остановила вторжение монголов, а многие из самураев выбрали для себя путь дзен-буддизма. Японские войска получают бонус при битвах на побережье или мелководье, а самураи — уникальные юниты японцев — всегда сражаются в полную силу. Уровень их атаки не снижается даже при существенных потерях. Специальной способностью Японии станет реставрация Мэйдзи, с помощью которой можно быстро строить маленькие, но быстро развивающиеся и усиливающие друг друга городки и активнее осваивать территорию. А уникальное здание Японии — фабрика электроники. Немного истории. После распространения бытовой техники в конце XX века Япония быстро заняла первое место в мире по изготовлению электронных приборов. Первая современная фабрика для их производства была построена компанией Sony в 1946 году. Благодаря технологическим достижениям Япония и по сей день получает огромную прибыль от индустрии электроники, несмотря на множество соперников, стремящихся захватить этот весьма конкурентный рынок. Ранее разработчики Civilization VI презентовали США, Англию и Египет. Америку возглавит Теодор Рузвельт, и, играя за нее, можно будет обзавестись собственным Голливудом. Уникальным зданием станет киностудия. Англией будет руководить королева Виктория, но важно заметить молодая королева Виктория, а не та, про которую обычно пишут в учебниках истории. Англия сможет создавать на верфях королевского флота особо маневренные корабли, увеличивающие вероятность появления великих адмиралов и приносящие прибыль. Ну а во главе Египта будет царица Клеопатра, очень похожая на ту, которую исполнила Моника Белуччи в Истериксе и Абеликсе. Египтяне смогут построить сфинкса, ускоряющего развитие цивилизации и укрепляющего веру граждан. Сегодня французская Arkane после оглушительного успеха Dishonored считается одной из самых талантливых команд в игровой индустрии. Но вообще для самой студии настолько теплый прием Dishonored оказался полной неожиданностью. На метакритике средняя оценка игры повисла на 90 баллах из 100, и пользовательские отзывы тоже были очень положительными. Однако, как признался Динго Бакаба, который сегодня занимает позицию ведущего дизайнера Dishonored 2, до последнего момента команда склонялась к тому, что проект утонет в критике, и Dishonored не будут покупать. Дело даже не в качестве. Авторы всерьез опасались, что подобные игры просто не нужны современному рынку. Но теперь все страхи ушли, и студия мало того, что делает продолжение своего стелс-экшена без опасения, что его никто не ждет, но и именно ей Bethesda доверила разработать новую версию Prey 2. Создатель культовой Altima, делогии Lineage, основатель жанра MMORPG и космический турист Ричард Гэриот сейчас делает старомодную онлайновую ролевую игру Shroud of the Avatar Forsaken Virtues. Игры он делать все-таки разучился. И из примечательного в его новом творении имеется разве что необычно устаревшая графика, уровня начала нулевых, ну и крайне отрицательные отзывы в Стиме на основе раннего доступа. Но Лорд Бритиш, впрочем, не отчаивается. Он придумал весьма незаурядный способ дополнительного финансирования. Решил продавать игрокам свою кровь. Сдача крови прошла в прямом эфире, а затем она была помещена в специальные реликварии из меди, стали и стекла, которые можно повесить себе на стену. В принципе, наверняка нашлись бы фанаты, охотно купившие такое украшение, если бы не цена. Каждый такой Виал стоит 5000 долларов. Более 300 тысяч рублей по нынешнему курсу. За покупку Виала предоставят еще уникальные внутриигровые предметы и пригласят посетить студию Гориота в Техасе. Правда, поездку придется оплачивать из собственного кошелька. Компьютерную версию шутера Evolve авторы решили больше не продавать. Теперь в нее пускают всех желающих. Игра стала условно бесплатной. А если вы за прошедшие полтора года уже стали ее обладателем, то вам будет присвоен статус основателя, и вы получите всякие ни на что не влияющие бонусы. Больше интересно, почему же так произошло. Директор Take-Two Штраус Зельник называл Evolve одним из самых долгосрочных брендов компании, а перевод на условно-бесплатные рельсы — это завуалированное подтверждение полного и безоговорочного провала. Evolve настолько растеряла свою аудиторию, часть из которой сбежала еще из-за крайне агрессивной программы DLC и микроплатежей, что других вариантов, кроме как пускать в игру всех, просто не осталось. Факт в том, что за последние две недели Evolve на PC играло в среднем 15 тысяч человек в день, а это очень мало. Фри-то-плейное обновление посетит и консольные версии после того, как новая модель пройдет обкатку на компьютерах. Новую экранизацию Лары Крофт, как оказалось, мы не увидим еще долго. Ее премьера перенесена с 2017 на 16 марта 2018 года. Видимо, для того, чтобы полностью избавиться от потенциальных конкурентов. Теперь единственный ближайший крупный фильм — мультик «Ральф 2», который покажут за неделю до Лары. Снимать Лару Крофт 3 будет норвежский режиссер Руар Утхаук, последней работой которого стал триллер «Волна». А главная роль досталась шведской актрисе Алисии Викандер, в портфолио которой фильмы «Девушка из Дании» и «Агенты Анкл». 13 июля 1944 года родился Эрнё Рубик, венгерский изобретатель знаменитого кубика. Рубик изобрел головоломку в 1974-м, как практическое пособие по геометрии. Запатентована она была в 1975 году, а первая пробная партия выпущена в 1977-м в Венгрии под названием «Волшебный кубик». А свое легендарное имя она уже получила в 1980-м, когда права на производство приобрела компания Ideal Toy Corporation. С учетом шести цветных сторон, существует более 43 квинтиллионов различных возможных конфигураций кубика Рубика. То есть это настолько много, что если бы вы поворачивали кубик Рубика каждую секунду, вам бы потребовалось 1400 триллионов лет, чтобы пройти все эти конфигурации. Ну, для сравнения, если бы вы начали этот проект, когда наша вселенная еще была только на стадии зарождения, во время большого взрыва, вы бы до сих пор не закончили. Многие спидкуберы собирают кубик Рубика за считанные секунды, но есть и такие, кому больше доставляет удовольствие не просто скорость, а еще и качество исполнения. Вот этот спидкубер, например, собрал кубик за 25 секунд, отжимаясь при этом на одной руке. А есть и те, кто собирает его буквально с закрытыми глазами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова